Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что сегодня в 15.00 по московскому времени мы проведем традиционный для понедельника вебинар. И тему этого вебинара я предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим сегодня голосование, тоже традиционно. Предложим несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов и станет вашим выбором, будет основной в центральном входе моего предстоящего выступления. Ну что ж, эта неделя, если крупными мазками пробежаться по содержанию экономического календаря, сегодня нас ждет блок европейской статистики примерно в 8.00 по GMT. Там есть определенные отклонения по времени по выходу данных по активности производственного сектора и сферы услуга отдельных стран валютного блока и еврозоны в целом. Это статистика, которая может стать источником локальной волатильности европейской валюты. Но, честно говоря, когда мы перейдем позже к оценке перспектив европейского валютного актива, я заранее хочу отметить, что я буду сдержан в своих рекомендациях, потому что считаю, что сейчас, наверное, уместнее все-таки больше фокусироваться на индексе американской валюты. Тем более, что индекс доллара и пара евро-доллар показывают очень высокую степень корреляции. Ну и, в принципе, одинаковые движения. В 14.00 по GMT сегодня ISM производственного сектора США. Этот отчет имеет большое значение, потому что это самый качественный, самый объективный показатель состояния промсектора американской экономики. Если вспомнить, как американская валюта отреагировала на прошлый ISM в месячной давности, когда были очень плохие цифры, подтвердившие нахождение этого сектора в зоне стагнации, индекс доллара продемонстрировал резкое снижение. Сегодня, повторюсь, опять же, ситуация со слабыми данными. Я допускаю, что давление на доллар может усилиться. Завтра день независимости в США, поэтому волатильность будет так себе, учитывая, что энное количество игроков будет, трейдеров отсутствует на рынке. В среду, друзья, протоколы последнего заседания американского регулятора. В четверг отчет ADP, который предваряет традиционные пятничные нонфармы. Ну и пятница, эта пятница не исключение, ждем отчет по американскому рынку труда нонфармы. Кстати говоря, в эту пятницу данные по рынку труда США совпадают с выходом данных по рынку труда Канады. За канадским долларом мы тоже наблюдаем. Еще чуть больше недели назад добавили этот актив в наш портфель, поэтому нужны неплохие показатели по данному сектору, чтобы убедить нас в том, что наша ставка на дальнейшее укрепление канадского доллара – это верное решение. Давайте по порядку. Начнем с индекса доллара текущей котировки 102.60. Максимум прошлой недели был на отметке 103.22. И под конец торговой сессии пятницы неделя инициативы явно перешла к продавцам. Мощная медвежья свеча, которая, по сути, поглотила весь тот рост, который был зафиксирован в рамках четверга. С чем это связано? Очень интересная динамика, учитывая то, что практически всю неделю, без исключения, всю неделю мы получали сильные отчеты по США, заказаны товары длительного пользования, заявки на пособие по безработице, продажи на рынке недвижимости, ВВП и в пятницу даже. Личные доходы, личные расходы, индекс расходов на личное потребление и еще под закрытие торговой сессии Мичиганский индекс потребительских настроений. Все эти релизы, если вам интересно, можете посмотреть по содержанию экономического календаря, оказались лучше прогнозов и ожиданий. Некоторые побили даже локальные максимумы. Доллар на этом фоне пух как на дрожжах и в итоге улетел выше 103 пунктов. То есть протестировал это сопротивление и вроде бы как все складывалось в пользу того, чтобы индекс доллара удержался на этих локальных максимумах, тем более, что следом подошла и более высокая вероятность повышения ставки, которая сейчас составляет повышение ставки в июле, имею ввиду 87,4%. Но не идеально все завершилось для покупателей, потому что в конечном счете индекс доллара перешел к коррекции. И вопрос, с чем это было связано? Может быть, потому что трейдеры решили зафиксироваться перед длинными выходными в США? Это обычная практика, явление, когда в рамках недели состоялось какое-то мощное ралли, то пятничный эффект, эффект пятницы, закрытие торговых позиций, фиксация результата провоцирует обратную динамику. Эта теория вполне рабочая. Другая причина, почему индекс доллара перешел к снижению, наверное, все, что он мог получить в плане роста на тех данных, которые вышли на более высокой вероятности ужесточения монетарной политики в июле, он уже это получил. И дальше нам нужно задаться вопросом, если уже и так все заложено в котировках в плане повышения ставки в июле, нам нужно смотреть уже на последующее заседание регулятора до конца этого года и думать уже о том, как поступит ФРС дальше. И вот здесь, конечно же, всплывает очень много нюансов. Самый главный нюанс, пожалуй, можно сделать с отсылкой на одни из последних заявлений Паула о том, что в случае подтверждения тенденции значительного снижения инфляции, повышение процентной ставки в этом году возможно, ну, разве что только лишь в июле. То есть нет вероятности того, что американский регулятор пойдет еще дальше. Данные по инфляции выйдут, по сути, через неделю. Я не сомневаюсь в том, что индекс потребительских цен, что основной показатель, что базовый, обновит новые многомесячные минимумы. Основной индекс потребительских цен точно окажется ниже 4%, в районе 3,5-3,6%. И на этом фоне я ожидаю, что Паула при удобной возможности, при удобном случае, сделает заявление о том, что ФРС подумывает о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики. Поэтому моя главная теория, мое главное предположение заключается в том, что мы вот-вот, друзья, услышим о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики в Штатах. И, соответственно, доллар лишится какой-либо значимой фундаментальной поддержки и перейдет к долгосрочному снижению. А если в эту пятницу мы увидим еще и слабые данные по нонфармам, то вот этот разворот уже окончательно произойдет даже быстрее, то есть еще до выхода данных по инфляции. По другим финансовым активам. Рынок нефти, Brent 75,5, локальное восстановление продолжается. Какой бы негатив не хотели сейчас использовать продавцы, чтобы Brent оказался еще ниже, есть серьезный позитивный фундаментальный фон, который связан с тем, что многие, практически все оптимисты рассчитывают на восстановление китайской экономики, видят значительное сокращение запасов нефти США, видят подтвержденные факты снижения предложения со стороны основных производителей нефти. С 1 июля, друзья, Саудовская Аравия дополнительно добровольно сокатило производство нефти на 1 миллион баррелей в сутки. На прошлой неделе практически каждый день касался темы того, что мы ждем в День независимости США и как это должно отразиться на росте спроса на топливо со стороны американских граждан. Эта тема никуда не делается. Мы по-прежнему ожидаем ажиотажный спрос, который может превзойти показатели 2019 года до ковида. И я надеюсь, что на этом фундаменте Brent сможет сохранить в рамках этой недели восходящую динамику и добраться до 78 долларов за баррель. Европейская валюта 1,0912 – это выше, чем минимумы, которые были зафиксированы на прошлой неделе. И здесь нужно признать, что поддержку евро, конечно же, оказало снижение курса доллара, но еще и данные по инфляции. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне в пятницу, как и ожидалось, оказался выше, чем ожидали эксперты, выше, чем значение прошлого месяца. 5-4% рост с 5,3%. То есть индекс потребительских цен базовый, без учета продовольственных товаров и цен на энергоносители, демонстрирует восходящую динамику. И это подстегивает ожидание того, что ЭЦБ будет обязан, как и обещал, дальше ужесточать монетарную политику. Об этом на прошлой неделе на форуме ЭЦБ в Сентре говорил Лагард и также такие же комментарии делал и главный экономист ЭЦБ Филипп Лейн. Золото 1918 долларов за тройскую унцию. Поддержка 1900 устояла. И прекрасно, потому что лично я рекомендовал рассматривать золото как инструмент, который может неплохо вырасти. Эта сделка по-прежнему актуальна. Пока держится уровень 1900, мы не должны сомневаться в том, что инициатива здесь будет на стороне покупателей. Британская валюта 1.27. Ждем, соответственно, дальнейшего роста. На ожиданиях такого же дальнейшего ужесточения монетарной политики, как, например, в Европе. Правда, темпы повышения ставки будут в Англии более значительными, потому что ситуация с инфляцией требует более проактивного подхода. Доллар канадец 1.32.39. Цель 1.30 все еще актуальна. Расчет на то, что должны помочь данные по ОВП, пока что не оправдался, потому что цифры были нейтральными, скажем так. Нулевой прирост в квартальном выражении прогноз был на 0,2%. Но у нас есть снижение доллара, у нас есть поддержка со стороны растущей нефти. И лично я рекомендую еще внимательнее отнестись к данным по рынку труда Канады, которые выйдут в эту пятницу. Этот релиз действительно может помочь канадскому доллару уже окончательно закрепиться ниже планки 1.32. И доллар еда 144.50. Текущие котировки, снижение с уровня 145. Это еще раз повторю, друзья, не следствие валютных интервенций. Потому что если бы интервенции были, ну, во-первых, мы бы уже нашли подтверждение того, что они действительно произошли. Ну и на интервенции пара обычно реагирует куда более активнее. Но уровень 145 сдерживает покупателей. Я допускаю, что если еще и монетарные власти помогут, опять же, даже вербальными заявлениями о том, что курс находится под контролем, то, возможно, в ближайшее время мы так и не увидим пробоя пара выше до 140 АПСИ. И может развиться дальнейшая коррекция к уровню 142-140. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!